какие элементарные вещи не знает огромное количество людей что практически каждая машина требует соответствующего обслуживания посудомоечные стиральные машины автомобили газонокосилки и так далее это не какие-то волшебные коробки и они прослужат дольше если вы знаете каким образом их следует обслуживать моей свекрови за 80 и до недавнего времени она не знала что в посудомоечной машине нужно время от времени чистить фильтры как определить что продукты испортились когда я работала в мясном отделе нам примерно один раз день звонили люди со словами я купила этот продукт x дней назад он еще не испортился женщина я сейчас не рядом с вами и мы с вами разговариваем не понюха фону так что вам придется воспользоваться своими собственными чувствами и мозгом моя мама все время использует мясо до даты и сечения срока годности указаны на упаковке и отказывается готовить его если она просрочена хотя бы на один день как же это бесит у нас часто случались подобные разговоры блин у этого бекона какой-то странный вкус ага когда я доставала его из упаковки он тоже странно пах тогда зачем ты его приготовила срок годности истекает только завтра не ныряй воду пытаясь спасти тонущего человека он тебя убьет брось ему надувное спасательное средство либо кинем в руки длинную палку и вытащи его безопасное место но не лезь в воду спасая паникующего чела дождись пока он потеряет сознание и только потом ныряй чтобы вытащить его источник многолетний опыт занятий по плаванию и к сожалению знакомство с человеком который погиб пытаясь спасти тонущего человека если продукт натуральный это не значит что он автоматически полезен для здоровья если продукт ненатуральный или синтетический это не значит что он автоматически вреден для вас вчера моя девушка сказала мне что газированная вода вредная потому что в ней слишком много химикатов я чуть ли не заорал ей в ответ да в ней их только два и один из них вода сто процентов людей которые пили воду в конечном итоге умерли антибиотики не оказывают воздействия на вирус о господи все эти идиоты требующие в больнице антибиотики для лечения легкого насморка и бесхребетные врачи выписывающие их в буквальном смысле создают супер бактерии которые только усугубляют ситуацию устойчивость к антибиотикам это вам не шутки изменено отвечаю всем тем кто пишет но если на вирусы не действуют антибиотики то как это может привести к появлению супер бактерий все просто дело не вирусах на них антибиотики действительно не действуют а в бактериях которые уже естественным образом присутствуют в нашем организме они первыми приобретают устойчивость если у нас в организме присутствуют хорошие бактерии устойчивые к антибиотикам плохие бактерии могут перенять у них это устойчивость таким образом создавая супер бактерии в общем суть остается прежней не оправданный прием антибиотиков против вирусов запускает процесс который приводит к созданию супер бактерий через устойчивость к антибиотикам как оказывать первую помощь люди живущие одни пожалуйста погуглите как делать прием геймлиха самому себе и регулярно вспоминайте про него это может спасти вам жизнь если вдруг рядом никого не будет либо если вы подавитесь и начнете задыхаться а рядом никого не будет знайте что нужно бежать туда где вас точно найдут люди куда-нибудь на дорогу или вместо с большой проходимостью людей если вы потеряете сознание будучи одни у себя дома вас найдут когда будет уже слишком поздно многие не знают что нельзя лить воду в горячее масло изменено добавлю что возможно это не элементарная вещь которую все должны знать но она должна быть таковой я сам узнал об этом только на каком-то из факультативов по естествознанию в одиннадцатом двенадцатом году и даже тогда эта тема всплыла только после того как ученик спросил моего учителя об инциденте про который он прочитал новостях скорее всего если бы он не спросил сам учитель бы никогда об этом не упомянул в школах необходимо проводить уроки программы на которых бы рассказывали про распространенные риски дома и методы их предотвращения недопущения узнал об этом на собственном опыте в 13 лет когда моя мама оставила кастрюлю с маслом на плите как итог ожоги третьей степени на правой руке шеи и груди как распознать очевидный лохотрон посмотрите как много людей клюют на разные кликбейтные статьи пропаганду и прочее зато я знаю именно поэтому я предлагаю приобрести вам курс за 5000 долларов о том как не попадать на лохотрон заказывайте курс прямо сегодня если концу курса вы не поймете что такое лохотрон вам гарантированно вернуть деньги видел сегодня утром пост о том как какая-то девка клюнула на развод с фейковым астронавтом говорит ему нужны были деньги чтобы вернуться на землю типа чего блять ты серьезно люди реально очень тупые на этой неделе один из наших гостей попросил приготовить курицу средней прожарки я не понимаю почему мне приходится так часто повторять что курицу подают к столу только тогда когда она полностью приготовлена потому что сальмонеллы делают курицу еще вкуснее прежде чем заходить в лифт нужно подождать пока из него не выйдут люди они ломиться внутрь в ту же секунду когда двери откроются а еще открывая дверь или сходя с эскалатора нужно идти вперед а не стоять на месте загораживая проход где вы в доме перекрывается вода кроме того перекрыв воду у вас волшебным образом не произойдет разгерметизация труб если у вас есть утечка или вы ремонтируете водопровод вам сначала нужно открыть краны чтобы вода уже находящийся в трубах вытекла многие не знают что значит аргументация основанная на доказательствах и что вообще такое доказательство а ты докажи а у тебя самого есть доказательства в интернете есть много доказательств поищи сам что научное значение слова теория отличается от его разговорного значения верно разговорное значение слова теория это гипотеза научное значение слова гипотеза также подразумевает что вы собираетесь ее проверить большинство людей использует слово гипотеза в значении предположения что можно выбрать одно из двух зол и при этом все равно вам не будет нравиться ни один из этих вариантов аналогично ты не обязан поддерживать что-то на сто процентов и быть на сто процентов против чего-то другого что не стоит беспокоить диких животных я уверен что таким образом работает естественный отбор но вокруг реально огромное количество тупых людей которые подходят близко к диким животным чтобы снять хороший кадр как же меня это бесит что не все новости в интернете правдивы это касается и новостей в газетах и телевизоре что в любом транспортном средстве необходимо сидеть правильным образом травму ног это вам не шутка вы с легкостью можете вывихнуть переломать себе ноги в автомобильной аварии если они у вас будут лежать на приборной панели да но каким образом я еще могу выпендриваться пока еду за рулем финансовая грамотность очень важная херня но многие люди нифига про нее не знают верняк раньше я никогда не составлял бюджет и не делал чего-то подобного теперь когда мне за 30 мои обязанности на работе расширились и стали включать в себя составление бюджета теперь я применяю эти знания и вне работы что мгновенно вдвое уменьшило весь стресс связанный с финансами который был у меня раньше по правде этим вещам должны учить детей в школе многие люди не знают как проверить стоит ли доверять тому или иному источнику информации дезинформация прямо-таки убивает людей изменено как на самом деле проверить заслуживает ли источник доверия определите кто автор статьи и проверьте его квалификацию также посмотрите кто является его работодателем и подумайте как это может повлиять на его предубеждение сравните заголовок с фактическим содержанием статьи не вводит ли он заблуждение чтобы вызвать эмоциональную реакцию подумайте не сделано ли это для того чтобы намеренно запутать людей проверьте статью с помощью таких сайтов как фактчек .орг обратите внимание приводит ли новостная статья существующие источники и цитаты проверьте нет ли в юрл адресе опечаток или каких-то странных слов важно помнить всегда обращайтесь к нескольким источникам социальные сети не являются надежным источником показываю пальцем на фейсбук старайтесь быть непредвзятыми по отношению к информации передозировка парацетамолом в достаточно больших дозах приводит к летальному исходу смерть медленная мучительно и ужасно и вас от нее ничего не спасет кроме пересадки печени а это дело такое изменено несколько людей в комментах правильно отметили что при достаточно быстром реагировании можно произвести детоксикацию и полностью оправиться от отравления когда я написал что вас ничего не спасет я имел ввиду момент когда наступила конечная стадия повреждения печени и ее отказ изменено 2 многие теперь задаются вопросом о том что в данном контексте значит большая доза с оговоркой что она может варьироваться в зависимости от возраста приема других лекарств алкоголя имеющихся проблем с печенью и так далее 12 грамм парацетамола в качестве разовой дозы или 24 таблетки по 500 миллиграмм могут оказаться потенциально смертельными для вас эффект накопительный поэтому частые меньшие передозировки в течение длительного времени приведут к той же конечной стадии повреждения печени и ее отказу и прошенные советы обычно воспринимаются людьми как критика критикуя людей в своей повседневной жизни вы создаете между вами дистанцию если вы будете совать нос туда куда не нужно то ваши отношения с другими людьми будут ухудшаться и со временем эти люди будут относиться к вашему мнению и советам менее серьезно потому что будут считать вас занудой и всезнайкой а с такими людьми обычно перестают общаться вместо этого сначала спросите себя нужен ли вообще этому человеку ваш совет касается ли это вас каким-то образом является ли ситуация чрезвычайной может ли кто-то пострадать если вы не вмешаетесь просит ли у вас совета или этот человек просто делится информацией о своем дне и таким образом поддерживает с вами связь и если вы решили что вам все-таки нужно высказаться попробуйте начать со слов можно я скажу свое мнение в противном случае вы просто выбесите своего собеседника то же самое работает и в обратную сторону если вашей жизни есть какой-то зануда всезнайка лучше просто сбрить его спокойным и вежливым образом сказав что-то вроде спасибо но я не спрашивал совета если вы начнете объяснять ему свою ситуацию он воспримет это как приглашение вовлечься в вашу жизнь еще сильнее большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напишите какие элементарные вещи не знает огромное количество людей и не забудьте посмотреть наши другие видосы пока